Всем добрый день! Всем привет из Восточного Подмосковья! Сегодня 2 мая с 18 числа, 18 апреля. Прошло ровно 14 дней, как я посадила саженцы, которые пришли ко мне весной. Но вот сейчас хочу вам показать немножко обзор небольшой, как они прижились и тронулись ли в рост после двух недель. Я их ничем не поливала, как посадила, пролила один раз. И 14 дней я их не трогала. Ну, в общем-то, 18 апреля я сажала 8 штук. Я показывала, видео есть. 8 шрабов. Ну и осталось у меня место в этом цветнике. Земли много. И, в общем-то, я решила дополнить эту клумбу флорибундами. Сейчас я вам покажу, как развиваются в первую очередь шрабы, которые я посадила вот чуть раньше, 18 числа, 20 где-то, по-моему, да. Я уже подсаживала флорибунду на эту свою клумбу. Ну вот давайте начнем с розочки. Это розочка Прикс Пиджерри Дут. Вот такого она плана сейчас у меня. Ну, думаю, что вот уже листочки разворачивает. Значит, корневая система уже начала работать. И побежки пустились в рост. Вот такая вот она у меня сейчас. Следующая розочка Шраб. Это у нас из Элит. Это Флоранс де Латре. Тоже есть побеги, уже проснувшиеся. И вот так они немножко-немножко начинают разворачивать свой листок. Следующая розочка Дистан Драмс. Была небольшая, тоже Элит. Посмотрите, вот такой вот небольшой лепесточек раскрыла на макушечке. Конечно, сами побеги слабые. И вот сейчас пришла мысль мне немножко их пролить с корнеобразователем. Так, следующая розочка. Сейчас перейду, чтобы не было солнца. Это розочка у нас Шанталь Мерье. Вот такие побеги. Это роза от Випсад. Вот такие побеги. Нижний вот побежек пошел распускаться. Верхний. Остальной пока молчит и спит. Здесь один вот подсохший. Они находились у меня под банками долгое время. Вот под такими вы видели. Или кто не видел, вот под такими большими, объемными банками стояли. Они у меня 14 дней. Вот эта розочка у нас. Это питомник роза Смол. Кларас Чойс. Вот тоже небольшая такая совершенно. Один побежек. Вот так и вот так. Шанталь Мерье. Следующие розы ловила Котта. Покажу вам вот так. Это Випсад. Небольшие такие совершенно. Два побега. Ну вот развитие вроде началось. Я довольна. Розочка Карамела. Меня тоже беспокоит. Вот не очень-то она мне нравится. Сами побеги какие-то. То ли они вот старые, одервеневшие. То ли вот немножко здесь вот вижу на большом побеге такие пятна. Не знаю, насколько она будет плодородна и жива. Но вот пока распускаются потихонечку. Ну вот сейчас вот такие слабые-слабые, которые мне не очень нравятся на внешний вид. Буду немножко стимулировать к росту. Так, осталась розочка у нас Лоран Каброль. Вот такая розочка. Потихонечку тоже развивается. Но здесь побегов побольше. И я думаю, она будет хорошо потом выглядеть. Ну, хочу вам теперь показать розы, которые подсадила шрабом. Эта розочка вот у меня, это Боттичелли, была куплена в Леруа Мирлен. Побеги отличные. Рост вот такой вот побегов уже есть. Сантиметров пять. Следующая розочка Флорибунда. Это Наутика. Наутика это питомника Элит. Вот такие уже проснулись почки. Но еще не развернулся листочек. Тоже можно пролить. Вот такой второй саженец, который совершенно молчит, спит. Не хочет никак просыпаться. Наверное, плохо развиваются корни. Потому что совершенно нету ни одной наклинувшейся почки. Не очень мне это нравится. Следующая розочка, это Эптайт. Вот такого плана. Это была куплена в Леруа. Вот вам видите, какие побеги. И тут не угадаешь, какой лучше, какой нет. Питомник или магазин. Но будем смотреть еще сорт. Это тоже важно. Следующая розочка у меня Кофи Фассет. Это тоже Элит. Вот, посмотрите, ни одной почки. Вот одна чуть-чуть. Вот здесь видно вам, наверное, солнышко светит. Плохо показано. Это вот нужно тоже проливать. Розочка Космос. Была куплена в Леруа Мерлен. Вот такие побеги. Один только просыпается. Этот полностью уже проснулся и вовсю-вовсю распустил свой лист. Ну и здесь две розочки Черри Брэнди. Вот он, один большой росток. У второго саженца пока почки еле-еле наклюнулись. Вот хотела вам показать ларибунды, которые я подсадила сюда. Прорыхлила полностью весь цветник. Все-таки заметно немножко осели розы. Несмотря на то, что я их высоко-высоко сажала. Шейку не заглубляю. Вот, осела. И вот сейчас прорыхлила все. И хочу сейчас вот те саженца, которые не очень меня устраивают, хочу пролить немножко корнеобразователем. Может быть, даже полностью пролью все саженца. Ну, на ночь обязательно я еще закрываю этими банками свои саженца. Герметично не закрываю. Делаю банки наискосочек так чуть-чуть, чтобы был доступ воздуха к саженцам. Чтобы листочки дышали уже и набирались сил. Но сейчас хочу вам показать еще несколько саженцев, которые уже пошли в рост. Ну, вот на этом цветнике у меня хорошо распустилась розочка Баллада. Баллада была куплена у меня тоже в Леруа Мерлен. В общем-то, я взяла два саженца. Посмотрите, как хорошо распустился. Хорошо, если было бы все по сорту. Здесь розочка Боттичелли. Вот такого плана. Посмотрите, какие хорошие. Проснулись почки от самой прививки. И здесь вот хорошая такая вот распустилась почка. Побег уже, можно сказать. Вот, и вот здесь еще одна Баллада. Посмотрите, тоже хорошая. Тоже с Леруа Мерлен. Немножко пока прикрываю, потому что листы, конечно, такие прям очень нежные. Прикрываю чуть-чуть вот такими матовыми бутылками, чтобы было все хорошо. Там у меня пересаженная розочка накрыта. Сейчас покажу еще. Вот так выглядит розочка Буке Порфе. Вот такие немножко. Они подвялые такие немножечко. Я их накрываю сейчас вот открыто. Баночка стоит. Накрываю обязательно такие подвятшие. Но они и пришли такие. Немножко вялые такие побеги. Сейчас вот немножко тоже подрыхлю. И пролью обязательно. Ну, а это два саженца. Шанека Блицерин. Флорибунда моя любимая. Посадила два саженца рядом. Первый справа Леруа Мерлен от поиска. Посмотрите, какие шикарные побеги. И почки проснувшиеся такие. Очень яркие. Очень прям вот видно. Хороший саженец. А это Виаписат. Немножко отстает, конечно, по развитию. Почки есть проснувшиеся. Все есть, но выглядит немножко по-другому. Специально посадила рядышком. Будем потом наблюдать, какое будет цветение у этих двух саженцев. Ну, а эта розочка последнюю вам покажу. Сейчас это Монна Лиза. Монна Лиза с розы Смол. Вот один саженец. Я брала два. И вот второй саженец. Сейчас тоже почечки просыпаются. Но вроде бы все нормально. Я думаю, просто нужно время немножко, чтобы они пошли в рост. Почки все есть. Спящих почек нет. Все проснулись. И будут цвести, наверное. Надеюсь, что по сурту. На этом заканчиваю свое видео. Всем спасибо, кто был со мной до конца. Вот такие цветут у нас сейчас. Примолки красивые. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч.